Приветствуем вас на библейском портале КЗГЕТ. На портал поступил вопрос, что делать, если во время службы люди разговаривают? Делать замечания или нет? Более того, я вам скажу, а что делать, когда они еще и поют? Есть у нас в храме, там такой человек замечательно поет, но никогда не попадает ни в ноты, ни в такт, очень сильно искушает и священника, и народ. Знаете, я думаю, что подойти к ней и сказать, что ее козлогласование, оно причиняет вред службе, это все равно, что нарваться на очередную неприятность. Что делать во время службы? Я думаю, что во время службы подходить, наверное, не надо, но вот после службы можно подойти или деликатно, где-то, где этот человек присутствует, можно сказать, что есть определенные правила хорового пения. Самое главное правило хорового пения. Нужно слышать всех, кто рядом поет. Если ты хоть одного человека из хора не слышишь, значит, нужно сбавить громкость. Вот это про пение. Про разговоры. Подходить напрямую к человеку во время службы и говорить ему, что он громко разговаривает, это значит усиливать и без того громкое постороннее звучание в храме. После, наверное, можно, но опять же, думаю, что деликатно и так, чтобы человек понял и не обиделся. Еще существует, знаете, одна ситуация, когда детишки малые в храме щебечут, болтают больше, чем положено, а взрослые начинают их угоманивать. И причем от взрослых грохоту и шуму больше, чем от детей. Поэтому я думаю, что служба должна идти, как она идет. После службы желательно, конечно, где-то при человеке или самому человеку написать, чтобы он пока начнет тебя отвечать, три раза подумал и переосмыслил свое бытие. Ну, возможно сделать какое-то деликатное замечание, но во время службы лучше этого не делать. Потому что будет хуже, это вам гарантирую, как священник. Субтитры создавал DimaTorzok